Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие и уважаемые любители шахмат. Меня зовут Илья Левитов, основатель канала Левитов Чест. Сегодня у нас день противоречивых, ну вчера был день противоречивых шахматных новостей. Закончилась дисквалификация Сергея Корякина. Он теперь может выступать в крупных турнирах и демонстрировать свой высокий уровень понимания всех мировых событий, а не только шахмат. А с другой стороны, Даниил Дубов, наш добрый товарищ, комментатор нашего канала и, прежде всего, прекрасный гроссмейстер и аналитик и человек, стал чемпионом России по шахматам. Вот я вчера очень порадовался за Даниила, но очень испугался за Петра Свидлера, потому что Валентина Гунина в пятый раз стала чемпионкой России. Она в расцвете своих шахматных сил творческих и может еще раза три-четыре выиграть этот чемпионат и обогнать Петра Свидлера, который восемь раз выигрывал чемпионат России. Вот так, Жень. Вот такая палитра событий у нас в шахматном мире. Слушай, а сколько Валентина Гунина выиграла партий из семи? Восемь. Да, да, да. Это потрясающая шахматистка просто. Она отдельно от шахматного мира существует. Она немножко как Маразевич в лучшие годы. Партия в ничью это только какое-то чудо. Выиграла, проиграла, неважно. Это ей посвящена строчка или там код, как это называется. Вы выиграете сколько сможете, я сколько захочу. Да, ну это типа сборная Бразилии по футболу. Вы нам забьете сколько можете, а мы сколько захотим. Да, вот это она. Да, так что Валентину. Поздравляем Валентину Гунину и Даню Дубову. И Даниила тоже. Поздравляем. Поздравляем. Очень по-взрослому турнир провел. Спокойно, где надо ничьи. Сейчас вот я, кстати, заметил, Жень, вот наши шахматисты, Дубов и Непомнящий, такие они полудрузья, полувраги, не поймешь, кто они там. Они стали играть очень по-взрослому. А время такое требует взрослости. Где надо ничеечку, а где есть шанс побороться за победу, все силы на эту партию. Ты обязан ее выиграть, другого такого шанса не будет. Вот Даня молодец, там 11 туров, 3 победы и 8 коротких ничьих. Отлично, как бы все. И результат сразу. Чемпион России, прибавка в рейтинге, уже как бы приятно жить. Так что сейчас время, как писал Гарри Кимович Каспаров в предисловии к своим великим предшественникам, время рациональных решений и людей, которые знают, сколько стоят акции на бирже. Вот так он формулировал. Ну, что-то такое, как бы я помню. А мы сегодня будем наверняка смотреть людей, которые слыхом не слыхивали о таких понятиях, да? Абсолютно, абсолютно. Ну, во всяком случае, начнем. Хотя, с другой стороны, может быть, ровно наоборот. Потому что сегодня один из акторов у нас будет чемпион мира Эммануэль Ласкер. А второй актор – это Александр Алёхин. Но смотри, ведь чем был знаменит Ласкер? Потому что он три раза разбогател. На шахматах. На шахматах причем? На шахматах. Ну, не только. Но на шахматах в том числе. И три раза разорился. Соответственно, он все-таки... Не на шахматах. Все-таки он шел... Не на шахматах. А война была тогда. Ты знаешь, они жили в годы войн мировых. Вот эти люди. И поэтому они могли разориться. Вообще, я заметил, что в период войн состояние приходят и уходят. Но очень многие, наоборот, уходят. Конечно, приходят. Да, такое время. Значит, Александр Алёхин у нас сегодня главный актор. Он будет... Его партия будет главной. Его творчество, его стиль, его манера игры. И сегодня мы посмотрим... Вообще, о чем мы поговорим сегодня? Вообще, поговорим, как строится атака по ходу. Как правильно атаковать. И что для этого нужно? И мы поговорим о том, что в конце хорошо проведенной партии, правильно проведенной партии, довольно часто следует заключительная капабланковская жертва. Так называемая, да, мнимая жертва. Когда ты что-то жертвуешь, и надо посчитать на полтора хода или на полу хода. И как вот красиво жертвуется, может любой комплект фигур быть по жертву. Но мы остановимся на ферзе. На ферзе, на определенной позиции. У нас, как всегда, тема. Достаточно широкая партия. Я даже не знаю. Она довольно известная. Она, конечно, не включена в список признанных лучших партий мировых. Но мне она вполне нравится. И она, на мой взгляд, характеризует именно творчество Олехин. Потому что, что мы знаем об Олехине? Мы не знаем партии его, но мы знаем, что он был яркий атакер. Что он хорошо атаковал, что он замечательно видел короля. Но вот давай посмотрим, познакомим тебя и зрителей. И напомним, большинство наверняка у нас зритель образованный. Хоть и деградировавший, как ты говоришь. Но все-таки. Итак. Ферзик Гамбит при 1934 год. Не молод был Эмманул Ласкер. В то время как Олехин еще в полном расцвете сил. Он недавно обыграл Капабланку. Вот именно в этом дебюте они сыграли примерно 30 партий в ферзевом Гамбите. И более того, они сыграли именно на этот вариант. Это такой освобождающий вариант. Чуть ли не вариант Ласкера. Хотя Ласкер и конь Е4. Ну, такой вот освобождающий вариант. Слон Е7 было сыграно. И вот позже пробовали просто рокировать. А Олехин и Капабланка исследовали вот такое продолжение. Конь Е4. Капабланка, не сумняшся, ходил ферзь Б4 шаг здесь. И хотя было признано, что позиция после ферзь Б4 с небольшим перевесом у белых. Во-первых, Олехин, конечно, ни одной партии не выиграл. А во-вторых, современные компьютеры уже ставят знак твёрдого равенства к этому ходу. Что можно шахнуть. И, скорее всего, преимущества белых просто недостаточно для серьёзного перевеса. Ну, исследовалось тогда всё. Ласкер решил не играть на территории Олехина. И пошёл конь Е6. Конь Е3. Ну, и весь смысл, что надо со старичком побольше фигур иметь на доске. Ну, чтобы мат потом поставить, чтобы нам было о чём с тобой поговорить сегодня. Да. Е5 – это стандартная реплика. Смотри, вот слон на С8 плохой, ты его должен каким-то образом оживить. То есть, ты его можешь оживить или пойдёшь Б6, слон Б7, или пойдёшь Е5. Ну, в данном случае выбор пал на ход Е5. Рокировка Е4, по-хорошему, тоже вполне себе возможный ход. И весь смысл вот в этой системе, что Олехин начинает наскакивать. Конь Е5. Как тигра. Помнишь, такой был персонаж тигра? Она всё время наскакивала. Угу. И конь 3, Д4. Ну, так грозно выглядит всё. Конь Е5. Бодренько пошёл. Ну, это достаточно такие теоретические линии. Ну, такая старая теория. Сейчас вообще ферзевый гамбит вот в этом виде практически вышел. И с популярностью. Но в силу только того, что надоело. Так-то играть можно. Значит, следует слон бьёт Ф5. Ну, так чуть вроде бы слон у белых над конём. Но преимущество такое, знаешь, на четверть пешки. Поэтому это ещё ничего страшного. И вот здесь, конечно, непростое я тебе задание поставлю. Значит, найти легальный ход. Легальный ход. С этим могу справиться. Да. Но который ничего не зевает. Но с позиционной точки зрения, пожалуй, что худший в позиции. Справишься? То-то я тебе, конечно... Худшим? Да. Не скажи. Не скажи. Потому что найти лучший или худший, это примерно одинаково сложно. Это как бы оборотная сторона медали. Если ты можешь найти худший, так ты и лучший, знаешь, найдёшь в момент. Так, подожди. Ты меня заботил. Ход чёрный. Чёрный. Ход чёрный. Незевни. И сделай с позиционной точки зрения отвратительный ход. Так. С позиционной точки зрения отвратительный ход. Особенно против Алёхи. Уже 6, что ли? Ну, ты переработал на канале над шахтным. 6-6 это лучший ход. А, ну, это какая разница. Ну, я так и знал, что ты не справишься. Я проделал худший, ты делаешь лучше. Ну, подожди, 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 подожди. Не-не-не. Спокойно, спокойно. Так. Ну, что ещё у нас есть? Какой-нибудь там ладья и восемь. Ну, не ладья и восемь. Ничего себе ты. Ладью развил там. Это что это такое? Ты совсем разучился плохие ходы делать? Так. Ну, напрягись. Не, ну, я не знаю, какие ещё ходы-то есть. Чё, я опять хотел пойти на всякие... Ну, опять блестящий ход. Ну, ты что это такое? Ну, всё, ну, значит, не ну, всё. Ферс Б6 он пошёл. Ферс Б6. Ну, ты нельзя сказать, что человек зевнул фигуру же, нет? А в то же время ход ужасный. Что за ход? Что за ход? Вот я тебя это и просил, чтобы ты не смог разобраться. И действительно, что за ход? А я ладья Д8. Он хочет пойти ладья Д8, поставить ладью на открытую линию, потом вторгнуться на Д3 конём. Хочет, скорее всего, пойти А7, А5. Ферс контролирует линию он на Б2 давит. И он контролирует диагональ Б6-Ж1 с тем, чтобы не было там F4-Е4 натиска в центре. То есть, ход как бы я тебе могу объяснить, какие у него задумки. Но не хватило динамики. Ну, в смысле, ощущения динамики. Он тут сигару выкурил перед тем, как сделать этот ход. Там кофе выпил, разварился в кресле. Всё тут было хорошо, но вот динамики это не прибавило. И вот с этого момента шансов у ветерана уже не было. Олехин как гвозди заколотил в эту позицию, скажем так. И всё началось с первого хода. Ну и так я напомню тебе просто, что нужно, чтобы атака твоя была успешной. Во-первых, тебе нужно сгруппировать силы вокруг короля. То есть, тебе надо туда физически привести как можно больше фигур. Затем это желательно сделать как можно быстрее. Почему? Ну, потому что, ну вот он начнёт там опять владя d8, g6, там начнёт выгонять твои фигуры, и всё, пища пойдёт назад. Поэтому тебе нужно сделать это очень быстро. И таким образом вот надо натренироваться, не терять как в дебюте, там мы быстро развиваемся, так и при атаке тоже самое нужно стремительно под темповую игрой, по-талевски, вот по-олехински. Это не так сложно. На самом деле просто нужно привыкнуть, что твои фигуры идут вперёд и начинают нападать. И не даёт возможности мобилизоваться противнику. Итак, ферзь d6. Ферзь d6, да. На ладья e8, конь e7, по меньшей мере. Конь d7 отступил. Ладья d1. Ну, понятно, да, линия есть. Поддавливает на d7. Ну, ладья d8 надо бы пойти, потому что я так хотел, играя ферзь b6. Уже на а5 времени не будет никаких шансов пойти. И ферзь перескакивает на королевский фланг. Но он мог перейти через f4, g3, может быть, через f4 там было точнее, но это уже детали. Главное, вот мы смотрим общее впечатление, как это складывается. g6, то, что надо было сделать чуть-чуть пораньше. И ферзь g5. Вот смотри, как бы сгруппировал он фигурки здесь. Связка по ходу. Есть f6 под боем. Ну, вообще все подвисает. Нет никаких там ферзь a5. Теперь не вернется ферзь, потому что открытый шах, и ферзь не защищен. И довольно сложно просто физически делать ход. Все там в полуцок цванг. Король h8. Ну, как бы напал на коня. Конь скачет вперед. Теперь f7 висит. И вот в примечаниях, конечно, ход Е4 хвалился. И в целом он выдержан в стиле, в правильном. Что ты добавляешь в атаку свои вооруженные силы. Добровольцев, так сказать. Призы. Е4. Буряты пошли в бой. А можно было послать москвичей. Москвичи шли ходом ладья c4. Ладья c4, да. И ладья туда. На h4 куда-нибудь ладью. Бой будет. Но е4, ладно. Бурята послал. Неплохой ход. Вот, если ты будешь так играть, тоже хорошо в атаке. Конь отскакивает. Ну, на d8 защищено. h6, f6. Какие-то вот ходы ты приготовил для того, чтобы ферзя оттеснить. Конечно, отступил на восьмую. Но все еще держишься. Так. А вот теперь что ты сделаешь? Я вот думаю, ладья c3 или ладья d3. Это правильно ты думаешь, да. Все-таки москвичи должны пойти в бой. А вот какой ход из них ты выберешь? Мне идти на d3. На d3. Да, ну ты Олехин. Просто Олехин какой-то. Нет. Ну, правильный ход ладья c3. Потому что ладья d1 защищена. А, да. Вот это как бы, знаешь, это ерундак такая. Он пошел ладья d3, все у него случилось хорошо. Но в целом ладья c3 было пограмотнее. Но это такие детали, которые не имеют значения. Ну, как не имеют? Нет, через 20 ходов могут вдруг не имеют. Нет, но это не имеет значения в 21 веке. А, в 20-м это не имеет значения. Итак, последовало ладья d3. f6. Ну, и вот ты тут уже умудренный работой на собственном канале. Подумаешь, что нужно сделать. Интуитивно как-то хочется пойти... Вот, интуицию сейчас выключи, да, и найди решающее продолжение. Пока на интуиции он атаковал. Он, знаешь, накидывал фигуры в сторону королевского фланга. Все там уже. Верховный главнокомандующий на G5 стоит. Так. Так, 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 так. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, как бы нам тут... Половче это сделать. Ну, шах давай дадим. Я другу кони в 5, я же сказал. Да, шах дадим. Ну, так, чтоб легче тебе было. Так, ход белых. Сейчас, погоди, сейчас найду. Вот, чувствую прямо, сейчас найду. Так, слон у меня стреляет. Кони прыгают. Ну, наверное, на ферже же есть. Надо же пожертвовать для победы. Нужно жертвовать верховного главнокомандующего. Вот, что надо делать. Об этом мы говорим. Понимаешь, жертва главнокомандующего приведет к победе. Всеобщей. Но это надо как-то подготовить, Крама. И что ты думаешь? Эту партию, конечно, под микроскопом изучали. И спустя, вот, как бы сказать, десятилетия, вот, все копируют, да? Вот этот метод. Первое. Ты накатываешь, наваливаешься силы вокруг короля. И затем, как бы, в конце, изящная жертва. Жертва ферзя на G6 или B3, как эквивалент G6, симметрически. Ну, давай, я тебе покажу, чтобы не голословно было мое утверждение, что так вот, все теперь так играют. Посмотри. Вот достаточно знаменитая партия Ларсен-Петросян, 66-й год. Один из них чемпион мира из играющих. А второй так примерно строго входит в пятерку сильнейших шахматистов того времени. Кстати, регулярно того же Петросяна, его выигрывавшим. Ларсен играет белыми. Тут из книжки Дамского для начала следует. Вот, видишь, пока фигур нет на королевском флаге. Вот честно скажу. Из какой книжки у Дамского? Прорыв. Есть такая книжка «Прорыв». Я знаю эту партию. Е5 здесь он пошел. Да. Это я слишком много о шахматах стал знать. Беда. Да, смотри. Е5. Но смысл в том, чтобы просто чуть-чуть подосвободить. Да, это правда. Смысла большого нет. Чтобы освободить. А все этот ход хвалили. Я просто его оставил, чтобы показать, как Ларсен играл. Вообще, ход красивый. Он тоже относится к теме атака-удар в защищенном месте. Но, действительно, ты прав. Он такой полу-имеющий смысл. Красивый, во всяком случае. В защиту приводит коня Петросян и ладья Ф3. Смотри. 5 фигур. Пешка у нас уже была в бою на Ф5. Но она исчезла. Мы ее разменяли. Мы чуть ослабили короля. Мы открыли линию. И вот идет ладья на А4, чтобы поставить мат. 5 фигур. Все там сгруппировали. Вот надо сказать, что всегда, когда партия красивая, там запоминаешься, противник должен помогать. Это как бы закон жанра. Если ты не помогаешь, никакой красоты на доске не возникнет. А вот здесь вот Петросян помог. Ходом слон Ф6. Как надо защищаться? Ну, тут нужно коня было ввести в защиту. Как и фианкетировать. Называется, фианкетировал коня. Или можно было и в 5 пойти. Здесь тоже было довольно неплохо. Позиция неясная. Тут дома-то как еще... Подожди. Конь g7 на ладья f3? Ну, ладья h3. Ф5 все равно. То есть одна и действие. Да. Ладья h3, f5. Одна и действие здесь. Король убегает. И король через f7 начинает сматываться. Ясно. Но Ларсен увидел ход слона f6. И тут, когда Ларсен заготовил эту комбинацию, этот удар. Но когда сделал ход Петросян, он изменился в лице и подпрыгнул на стуль. Потому что тоже увидел. Последовала ферзь h6. Ну, настаивая на своей идее. Да, слон g7. Так. И тут дух Олехина витал в воздухе. И дух Олехина воззвал к ходу в ферзь бьет g6. Мать моя. Красота какая. Да, вот так. Я этого не помню. И вот напротив тебя сидит чемпион мира. И ты ходишь в ферзь g6. Ну, как к тебе будут относиться потом твои внуки, обожать тебя? Дедушка. Наш дедушка ходил в ферзь бьет g6. Кайф. Да. Ну, варианты примерно одинаковые. Но они выглядят вот так, например. fg. fg. Шах. Шах. Теперь слону берем. Теперь ладья идет на h5, чтобы перекрыться от всех шахов. От открытых. Слон f8? Нет, он ладья h5. И вот здесь нужно было предвидеть. Я уверен, что Бент Иванович это видел. Слон f7. Изящный такой заключительный ход. И от слона f8 нет защиты. Это такая маяхтовая конструкция. Два слона и ладьи, которые просто нужно знать на всякий случай. То есть, скорее всего, Петросян не пойдет так с тобой. Он что-нибудь раньше свернет. Но это надо знать. Чтобы просто пойти на эту позицию и видеть мат. Конь f4 пытается отскочить на менее какое-то красивое поражение. Поражение, да. Да. Ладья бьет f7. Не хотел он так мат получить. Но здесь идет атака практически с равным материалом. И вот с этим ужасным королем. Король h8. И для того, чтобы мат поставить, нужно заметить, что оказывается на линии h нет пешки. И туда должна прийти ладья. Но, скорее всего, ладья d4 выглядит неплохо. Это уже сейчас мне пришло в голову. Но он повел ее вот так вот длинно. В обход, да? В обход. Значит, как настоящий герой. Красота. Ну и что ты думаешь? Это что, все, что ли? Да нет. Партия между двумя потенциальными рядовыми вооруженных сил Российской Федерации. Это Сергей Корякин и Андрей Сипенко. Играли в семнадцатом году. И Есипенко тогда еще не готовый к службе. Он совсем молодой был. Играет черный. Мы чуть-чуть раньше начинаем. Просто мы увидим, как приводятся опять фигуры. Набрасываются на кроли. Итак. С4. С4. Просится. Да, С3. Хочешь пойти слона 3, да? Но надо брать. Давай. Слон А3. Мат грозит, да? Вроде бы надо защититься. Да. А если на ферзя напали, что должен сделать ферзь? Отойти. А если тебе пешку жертвуют, ты что должен делать? Слушай, это же так Есипенко играл. Взял, берем слон. Да. Здесь можно взять там слоном ладьёй, неважно, и пешкой. Ну, я тебе ладьёй, например, поставлю с идеей отскочить, пожертвовать какой-то материал, но только чтобы отскочить от мата, тогда берёт даже не конём, или, скажем так, обязательно не конём, берёт и конь А4. И получается, что нет Ф2 из-за диагональной атаки или защиты. Не защитить, да. Да. И на ферзь Е2 следует конь С3. Конь С3. Ну, опять же, для того, чтобы была сыграна красивая партия, нужна помощь. Да, помощь нужна? Обязательно. Поэтому берёт СД. Как ты сказал. Да, что мы тогда делаем с Андреем? Коней. Коней. Наскакивает, как тигра. Да. На Б2 защитить надо. Ход 1. Владя Д2, правильно? Другого же нет. Да. Тигра наскакивает снова. Ух ты, блядь, какая атака. И ещё наскакивает. Вообще. А где это была партия с играми? Написано Аль Рият. Рапид. Видимо, чемпионат мира. А, скорее всего. А, это Рапид. 27-го, 12-го, они там под Новый год играли всякие чемпионаты Блица, Рапида, воспоминания. А, ну, этот Ферзь Б3. Ну, видишь, главнокомандующего надо жертвовать, я тебе сто раз повторяю это. Только тогда победа придёт. И вот этот вариант, ну, вот здесь он обязан был. Обязан был пойти вот так. Да, да, да. Красота, красота. Это шах. Да, но, к сожалению, он не пошёл так. К сожалению, он пошёл БЦ и получил вот как-то уже, ну, это проза. Это проза и получил шах. И мат вот такой он не получил. Ну, здесь он сдался, потому что ладьи потихонечку, ну, не потихонечку, я бы сказал, быстренько подключаются к атаке. Ферзь С3 следует, ладья Б4, король Б8, ладья С8. Вот приходят фигуры. И конь на Аш5, мягко говоря, не может помочь защитить позицию без материала. Как интересно, всё-таки во всех трёх партиях ферзь жертвуется уже как бы в такой решающий момент. На определённом поле, да, на определённом поле. Ты должен подготовить жертву. Оно, знаешь, ниоткуда не берётся. Обязательно подготовка должна быть. А что ж если пенс такой игрой-то? Вот смотри, в 17-м году он как нашего патриота главного раскатал, а потом где он сейчас, куда он вообще делал? Ты знаешь, у него же был какой-то взлёт, а потом он ещё и Карлсона обыграл. Ну, шахматы современные очень сложные. Ты должен настолько, как бы... Во-первых, это скачкообразно, ты не забывай всё это. Ты накапливаешь какие-то качества, матереешь в какой-то момент. Бывают падения, взлёты. Там ты не помнишь, в конце 90-х Анант, или в начале 2000-х, Анант провалился настолько, что он типа на полгода вообще ушёл. Да, я помню. Я в смысле не помню, я тогда ещё не увлекался, но я знаю эту историю. Это вот Анант, для того, чтобы через полгода вернуться и вот заиграть на каком-то другом уровне, посвежевшем, отдохнувшем. Слушай, ну может на Андрея так подействовала смерть Юры? Я вот тут высказал такую точку зрения. Тренер умер всё-таки. Ну как бы... Событие не рядовое. Ну, мы можем гадать на кофейной гуще всё, что угодно, но мы не знаем. Не знаем. Факт мы не знаем, но всё, что угодно может. Ну ничего. Подожди, ещё не вечер. Главное, чтобы сейчас как бы не сгорел в гарниле специальная операция. Потому что он призывного возраста. Мне вообще представляется довольно забавно, если можно такое слово. Не забавно. Да, не забавно, что сейчас закончился чемпионат России, и они-то все, это бойцы. Это все как один бойцы. Не, ну там же, подожди, там же пока призывают тех, кто в резерве, Жень. Подожди. Да, конечно. Конечно. Ну, во всяком случае, так говорят, что вызывают пока всех. А потом уже... Пока всё спокойно. Да, но шахматисты, конечно, не лучшие бойцы, но я не знаю, посмотрим. Да. Ну, в общем, изучили мы сегодня, во-первых, конечно... Ну, Олехин-то обыграл этого Ласкера, это ещё ладно, а вот как Ласкер обыграл Петросяна, это, конечно, вообще... Ларсон Петросяна, да? Ларсон Петросян, это просто... А вот это последнее. А Андрей, Андрей вообще... Напишу ему, блин, блестящая партия, блестящая просто. Такой, каждым ходом такой прям этот напор. Каспаровский такой всё-таки этот стиль. Олехинский, Олехин, давай. Это всё Олехин. Оттуда. Мне кажется, Гарри Кимовича же, ну, и он его довёл до совершенства, даже хочется сказать. Да, 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 абсолютно, абсолютно. Да. Он мне показывал просто, когда мы с ним сидим, вот это 180, тысяч часов записываем о его карьере, он говорит, вот я, говорит, смотри, вот смотрели, и сейчас будет 10 ходов, когда я буду нападать каждым ходом на фигуры противника. Каждым ходом. Он прям подчёркивает это. То есть у него это была концепция. Каждый ход должен создавать непосредственную угрозу позиции. Это даёт скорость. Что ты имеешь в виду? Ты с одной стороны нападаешь и свои фигуры улучшаешь, при этом не даёшь времени на улучшение противника. Вот так вот. Ты таким образом выигрываешь время. Так что, друзья, нападайте на фигуры противника, введите ваши фигуры в атаку, и в конце красиво жертвуете ферзя. Верховного Главнокомандующего. И это секрет победы. Ну всё, Женя, спасибо большое. Да, до новых встреч. Всего вам доброго, друзья. Счастья вам, здоровья, мирного неба над головой. Пока.